Вязание на скорость морских узлов, искусство управлять малыми судами, навыки спасения утопающих. Первенство Белгородской области по морскому многоборью принимал в минувшие выходные Старый Оскол. Воспитанники военно-патриотических клубов Белгородчины еще до начала первенства продемонстрировали военную выдержку. В то время, как отдыхающие на пляже юность прятались от палящего солнца в воде, ребята в полном обмунтировании стойко переносили 33-градусную жару. В ожидании почетных гостей из администрации города. Участников первенства приветствовал контр-адмирал запаса ВМФ России, почетный председатель Староскольского морского собрания Анатолий Самойлов. Если вспомнить Маяковского, мускул свой, дыхание и тело тренируй с пользой для военного дела. Я желаю, чтобы вот эти соревнования и последующие принесли вам пользу, а вместе с вами и пользу нашей стране. Контр-адмирал Самойлов признается, что искренне рад такому увлечению юных староскольцев. Вот честно говоря, когда клуб «Гардемарин» организовывался, у меня особой веры не было, что это долго продлится. А ведь уже много лет он существует и укрепляется, и уже не только в Старом Осколе. Стимул сейчас придает подводная лодка «Старый Оскол». Свои силы в морском многоборье оспаривали пять команд. Три Староскольских – клуб «Гардемарин» 34-й школы, «Гардемарин-1» из Ивановки и «Каскадовцы», а также команда «Маяк» из Белгорода и «Тайфун» из «Строителя». Ребятам предстояли соревнования на байдарках, ялике, пластиковой лодке, состязания на точность и скорость бросания утопающему конца Александрова и задания на мастерство вязания морских узлов. Курсанты «Гардемарина» показали один из лучших результатов в заплыве на байдарках. 160 метров они преодолели за полторы минуты. Виктор Литвиков говорит, что это было несложно. Я давно занимаюсь водными видами спорта. Байдарка для меня второстепенная. Но, конечно, в любом спорте сложно. И в этом не исключение. А вот мальчишки из «Строителя» – клуб «Тайфун» – так долго ожидали на старте, что, когда пришла их очередь, поплыли совсем в другую сторону. Но не расстроились. По крайней мере, не показали вида. Будущие солдаты умеют сдерживать эмоции. Планирую в армию идти. Я бы не занимался в военно-патриотическом клубе, если бы в армию не хотел. Пополнить ряды военных планируют и девчонки. Девятиклассница Алина Юнакова признается, что кружки-кройки, шитья и макраме – не для нее. Вот летом практика идет. Мы ходим, строим, с автоматами работаем, стрельба. Меня это притягивает. Кружки – это надо много терпения. Но здесь работает и физическое состояние, и умственно учишься. Буду доучиваться и смотреть, пробовать поступать военные, если возьмут. Руководитель клуба «Гардемарин» при Ивановской сельской школе Павел Чересленко отмечает, что военно-патриотических клубов, объединений – нет цели воспитать будущих профессиональных военных. Здесь формируют характер. Цель клубов военно-патриотических, я скажу так, от себя, конечно, вырастить, наверное, или дать человеку навыки. Действительно, от человека. Это дружба в коллективе, это, как говорится, общение в коллективе. Не сам факт тому, что он попадет именно на военную службу, именно на офицера выучиться, закончит выше какое-то военное учебное заведение. Характер у этих ребят есть. Те, кто не особо четко попадал концом Александрова в место, где условно тонет человек, искренне оправдывались. Да я бы вплавь бросился и спас. Сноровка и точность важны и в вязании узлов. Крепко завязанный узел тоже может спасти жизнь. Еще вот узел есть, он называется «Зайчьи уши». Это, чтобы привязать там два предмета к одному. Там сформироваются две петельки. Вот. Так. Вот так вот. Это две петли, за которыми можно два каких-нибудь предмета завязать и вот на другой подвязать. Но я его здесь связал немножко неправильно, они у меня переплелись. Они не должны переплетаться. Данила Помельников увлеченно рассказывает, что выражение «морской узел» – это не конкретный способ завязывания веревки. Так люди называют любой надежный узел. На самом деле способов вязания узлов сотни. Данила в совершенстве изучил восемь. Мой самый любимый узел называется «Академический». Он для меня самый тяжелый узел. Так, сейчас он вот так. Как шкод, вот только вот сюда уже будет затягиваться. Вот. Ну как, они все одинаково, все через петли вяжутся. Только здесь, чем мне нравится, здесь два контрольных узла нужно делать. Поэтому на него дольше всего времени можно убить. Вот так вот он выглядит, красивый такой узел. Кубок первенства Белгородской области по морскому многоборью в итоге остался в Старомосколе. Лучшими в командном зачете стали курсанты клуба «Гардемарин». На втором месте белгородцы из клуба «Маяк», третьи занялись школьники из города «Строитель». Прошите вас!